Дом на улице Жуковского, 13, оправдывает мистику числа чертовой дюжины. Здесь регулярно были и пожары, и обвалы. На этот раз снова огонь и сопутствующие этому беды. Мало того, что у жильцов пострадало имущество, некоторые из них даже не могут попасть в свои квартиры. Чиновники только пожимают плечами и фактически отфутболивают людей. Этот дом многострадальный, то обвалы, то пожары. Последний раз он горел в минувшие выходные, в ночь на воскресенье. Во вторник тут также было задымление, снова пришлось вызывать спасателей. Но и от прошлого пожара люди до сих пор не оправились. Выгорело две квартиры на первом этаже, еще две затопило. В результате огня и действий сотрудников ГСЧС обвалился проход на второй этаж. Из-за этого люди элементарно не могут попасть в свои собственные квартиры. Несколько семей сидят на мешках и чемоданах прямо во дворе. Вход в двухэтажный флигель, который тоже из этого помещения, полностью произошло обрушение. Поэтому уже двое суток жители этого флигеля не могут попасть себе в квартиры. В числе этих пожилых людей, которые просто нереально подняться по вот такой лестнице. Люди попытались обратиться за помощью к депутату округа. Им является Павел Вугельман из фракции «Доверяй делам». Но последний вообще не в курсе скитания своих избирателей. Обращались в ЖЭК, обращались в МЧС. Сегодня я позвонил нашему депутату Павлу Вугельману. И депутат нашего округа вообще не в курсе по поводу того, что произошел пожар, о том, что люди остались без крова. Погорельцы рассказывают, со времени пожара, который произошел на выходных, в их двор регулярно, как на экскурсии, ходят чиновники, инженеры, прочие представители власти. Но в большинстве своем только разводят руками. Целый день нас отправляют из одной организации в другую. Никто никак не может решить, кто будет разбирать завалы. Потому что рабочие ЖЭКа, у них нет для этого ни экипировки, ни определенных навыков. Представители МЧС, которые приехали сюда, сказали, что они срочная служба. Поэтому они не в состоянии заниматься текущими делами. Пока не придут МЧСники, не дадут добро очищать, мы не можем, потому что работы очень сложные проходят. Сейчас райадминистрация ведется поиск жилья. Людям, которые пострадали, возможно, вот сегодня решится, гостиница центральная предоставит им проживание. Тех, кто пострадал, сумела приютить Одесская самооборона Майдана. Они же едва ли не первыми были, кто сумел сам предложить помощь пострадавшим людям. На следующий день после пожара приехала самооборона Одессы, выставила охрану, чтобы мародеры не растащили то, что осталось. И предложили тем людям, которые без родственников в Одессе, поселить в казарму. Мы как снимаем квартиру, мы вам ничего предоставить не можем. Только хозяйка, которая прописана, а вы, так сказать, сбоку припеку. Ну и чем закончились метрства ваши? Ну ничего, сейчас самооборона нас пока приютила, а теперь надо искать квартиру. Люди не раз обращали внимание представителей власти на проблемный дом. Здесь и перекрытие слабо, и постоянно ночуют бомжи, которые разбирают конструкции и без того ветхого строения. Но в чиновники отделывались отписками. И вот, в конце концов, как говорится, петух клюнул. И только по счастливой случайности никто не пострадал. Людям остается надеяться только на то, что, может быть, хоть сейчас чиновники повернутся к ним лицом. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.